Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня тут какая-то выставка про планеты в Метрополите. Нам надо посмотреть. Пошлите. Это какой-то билет. Говорящий. Тут какие-то руки. Какие-то странные руки. Мы засовываем и всем привет. Это, короче, просто перчатка космонавта. Это типа мы заходим в космонавта. И там можно с другой стороны сфоткаться. Сейчас тут люди. Фоткаются. Подождем немножко. Там девочка на шаре. Там специалист будет девочкой на шаре. Вот так вот. Хотели бы лучше? Я не могу, чтобы я не пустил, понимали. Ну да, хотя бы посмотрели. Вот наша очередь. Пошла. Спасибо. — Позвучит тебя. — Спасибо. — Здорово про кова. Я за коврю. — Привет. — И всем привет. — Привет. — Это как раз можно. — Спасибо. — Теперь я вам покажу планеты. И кстати, самое интересное, вот на планете есть такая штука. можно встать и посмотреть, сколько ты будешь весить на данной планете. Интересно узнать? Мне очень. Так, придем. Вот эти, видите, полоски? Это не просто полоски. Это специальные полоски. Это полоски, это сентябрь. Другие. Танцов. Давай посмотрим, сколько это земли вежит. Сейчас я буду смотреть, сколько я вешу при Нептуне. Вот такой Нептун. Просто я могу. Вот, сколько я вешу при Нептуне. Надеюсь, вам интересно. Сколько я буду вешать при земле? Сколько я вешу при земле? Следующее. Там же есть описание. Мы начали проверить, сколько я вешу. А потом уже я расскажу вам подробнее. А может, я захочу сразу. Давайте посмотрим, где Меркурий. Вот Меркурий маленький. Короче говоря, я вешу столько же при земле. Меркурий и Земля одинаково. Это как-то страна. Давайте при Уране посмотрим. Уран голубой. И ты. Вот, уран я поменьше. Урана любимая звездочная страна планета. Тату. Урана такая с кольцом. Встаем. И выбирай. А что-то. Из-за землян. Жуткая эта планета уже не проходит. И Сатурн одинаково. Это эксперимент. А давайте при Юпитере. Смотрите, Юпитер. Ну, я буду для вас это то, что там написано. Только громко. По-громче, чем я сейчас говорю. Ну, тарачивать не хочется сегодня. Все. Это просто издевательство. Ладно. Так, Венера повернили. Мы еще с вами не вставали, да? Такая вот красивая Венера. Ладно. О, боже. Снимай себе. О, вот на Юпитере там. А на Венере я тут же беру. Понраво. Ага. Вау. Че, ребята, одинаково? Я дома взвешусь. И посмотрю, сколько я вешаю. И потом обязательно вам скажу. Потому что тут почти все результаты одинаково. Вот только меня порадовал. Меня порадовал. Меня порадовал Венера. Еще раз. Давайте проверим. Через несколько секунд сколько. Столько. Так что... Ну, не знаю даже. Интересно ли это? Или нет. Дальше. Мы... Сейчас я остановлюсь. Если хоть считать не буду, то конечно. Фотки я потом вставлю в видео. Ну... Ну, читайте. Вот тоже человечек. Какой беспонавший такой. Такой юный беспонавший. А там что? Там типа можно посидеть в школе? Да. А там уже... Там прикольно посидеть. Пока что... Убирит. Парень. Звучит. Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, тусклую звездой. Интересно. Смотрите, я потом в третий круг пойду, и вы сами уже все будете читать. Все, я вам не все читаю, я вам читаю только до... одну час. Все, если вы читаете, я просто сегодня умру. Понимаете? Я была сегодня на день рождения, да? Вот. И вы должны видеть, потому что в инстаграме было фото. То есть я его выложила и написала. Пожалуйста, поздравьте мою одноклассницу. Ей просто повезло, у нас начались каникулы, и ей просто повезло, что она влезла. У нас каникулы берут с понедельника по пятницу, и она еле как влезла последний рабочий день. Так что поздравьте ее, пожелайте ей удачи, пожалуйста. Если вы это делаете, то я очень буду рада. Вот она у нас отличница. И она меня пригласила. Это Сантура. Шестая планета от Солнца, вторая по размерам планеты в Солнечной системе, после Юпитера, и одна из пяти планет, эта система легко видит зимы невооруженным глазом Земле. Сантура относится к типу газовых планет, так как состоит в основном из газов и не имеет слёдой поверхности. Единственная планета в Солнечной системе, через среднюю плотность меньше плотности воды, то скорее свободное ускорение на экваторию составляет 2,54 мсм, что сопоставимо с значением Земли и Нептуна, но намного меньше, чем у Юпитера. Поэтому и вес просто стоит, там 64,1 кг, плюс 1,5 кг, 70 кг. Ну, ребята, это нереально сложно читать. Тут ходят люди, я пытаюсь для вас почитать издалека. Это невозможно. Я для вас стараюсь. Извините за то, что я долго не снимала видео. Из-за того, что, ну, как бы, ладно, я вообще, знаете, самку лучше, да, и мне пришлось уже это направлять, это получше учесть. Ну, я буду стараться для вас снимать видео, но много чаще. Я так больше не буду делать, как я сделала. Я за целый месяц не снимала видео. Извините меня, пожалуйста. Ну, правильно, я сейчас отдуваюсь, и считаю, что я просто бездалека, и я отдуваю. Так, мы пропустим пока две планетки. Думаю. Или лучше не делать? Лучше не делать, что ли? Лучше делать, вообще. В какой-то планете вернусь? Седьмая. Ладно. Четвертая по удаленности от зона и седьмая по размерам планеты Солнечной системы является самоизученной на сегодняшний день планетой. Начиная с 1900-х годов непосредственно последованием Марса с помощью беспилотных космических аппаратов занималась СССР, США, Европейское космическое агентство и Индия. О, вот я, смотрите, я пропустила Венеру и Юпитер. Сейчас я вам расскажу про Венеру и про Юпитер. Венеру еще иногда называют Сестрой Земли, поскольку их состав и размер не слишком отличают друг от друга. Венера была первой планетой, которой посещали космические аппараты Маринер-2 в 1962 году и на поверхность которой была совершена посадка Венера-7 в 1970 году. Венера-7 в 2019 году. Из данных, полученных в космическом аппарате, запускаемых в космос, для изучения Юпитера, одним из которых был советский пионер и американский фояджер. Мы знаем, что масса Юпитера в 47 раза превышает суммарную массу взятых металлых планет Солнечной системы вместе взятых в 3,17-8 раз. Масса Земли и примерно в тысячу раз меньше массы Солнечной системы. Купить на поверхность этого газового гиганта, конечно же, невозможно. Тем не менее, в экспериментальном целях мы сказали, что мы привепетили на его верхние слои. И вот это да, смотрите, как мы потяжелели при вполне себе нормальном весе, 70 кг. Тут мы бы ощущали, что тебе 165 кг было вес. Я решила, чтобы было чек. Я еще не могу сказать, но небольшой. Вот. Вы должны еще написать в комментариях, сколько я диабетила. Это, конечно, будет легко. Домой я передам привет. Передам привет. Так, на Маусе мы с вами были. Ой, нам еще одна планетка осталась. Круто. Это Меркурий. Извини, Меркурий. Передам, тебе ели как? Номер один планетный вес. Сейчас это тоже читать вам будем. А пока это. Это. Вот это вот. Самая близкая к нашему светилу планета и самая маленькая. Вот я вам прочитала. Вот это вот верхнее предложение. Пройдет? Нет, я вам прочитаю еще. Если вы захотите и... Если вы захотите понаблюдать за этой планетой, то лучше ехать поближе к экватору, где наименьшая продолжительность суток. А вот если хотите взять свой вес, воспользуйтесь. Формулы указаны на табличках планеты Марс или просто останется миссия. Ладно. Меркурий. Астрономы долгое время считали, что Меркурий постоянно вращен к Солнцу. Одной и той же стороны. Ни один оборот вокруг оси занимает у него те же 87-97 демных суток. В 1965 году наблюдения на радиотелескопе в Аресиба позволили получить оценку периода вращения Меркурия оказалось, что меркурианские звезды сутки равны 59 демных сутками. В результате за один меркурианский год Меркурий успевает повернуться вокруг своей оси на полтора оборота. Такое соотношение периода вращения вокруг оси и обращения Меркурия вокруг Солнца является уникальным в готовности к системе явления. Я это все прочитала. Кто бы в общем вообще пишет магазин, если Моя одна. 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 У меня папа модель, или мама. Эти Моя сегодня одна. Ну, я уже читать и читала, а мне еще и читать, и читать. Понимаете? Ну, это все, что Папа мне это читал. Понимаете, я купил. Попил. Пол бутылки выпил. Да, это так. Давайте посидим с медведем, отдохнем в мусс. Привет! Тихо, это тихо. Что? Все, не говоришь уже? Он мне больше не говорит. Да, он больше не говорит ничего. Жаль. Может быть, батарейки сели, поймем. Кажется, меня обнял чемпион по обнимашкам, ух ты. У, ю, точь, май, та, ла, ла, май, дин-дин-дон. У, ю, точь, май, та, ла, ла, май, дин-дин-дон. Кажется, это лучшие обнимашки в моей жизни. У, ю, точь, май, та, ла, ла, май, дин-дин-дон. Ля-ля-ля, 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 обними еще меня. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, обними еще меня. Посмотрите, я в России, на самом деле, но он что-то поет. Нет, ну там, скажи еще раз. Можно не сказать, потому что там непонятно не говорил. Я не знаю, о чем он говорил. Просто прямо. Пошлите. А, я обещала вам прочитать. Точно! Обещала! Ладно, если я обещала, то я это сделала. Номер один, монеты и ветра. Что я вам обещала, все сколько, чтобы вы станете выстать, я вам не знаю. Я вот про землю, я вам говорила, что вы должны сделать. Вот такая наша земля. Какая шикунная, понимаете? Я так счастлива, что хотя бы один человек заинтересовался. Я так что-то пишу. Какая шика dolor. Время. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я это делаю для вас, мои подписчики Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok